Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампера из Финляндии. Большое спасибо всем, кто смотрит, кто подписывается, кто рассказывает, что вот такой Оля-блогер-приколистый из Тампера вещает. Ну и девочки просили, Оля, хотим видео на жизненные темы. Ну и вы знаете, так страшно на жизненные темы снимать видео. Под каждым видео я загребаю по самое не хочу и не балуйся. И не знаю, пишут люди только мне, или они вот просыпаются, кушают кашу, бутерброды, кофе пьют и начинают хождение по каналам. И думают, ну у кого еще новое видео, чтобы вот этот вот негатив слить и гадости написать. И я не знаю, может быть это мне так кажется, но обсуждают всегда мой внешний вид, мои брови, мой цвет лица и так далее. Ну и опять же, народ, я хочу всем сказать, что брови мои, лицо мои, волосы мое. Если вам не нравится, конечно, насильно мил не будешь, но все равно вот такого размера я есть. И девочка сейчас с Украины снимала видео и обсуждали там много-много сообщений. Ей пришло человек с лишним весом, как общество на него реагирует. И, наверное, может быть я одна написала, может быть еще кто-то написал, что внешний вид и вес вообще тут в роли не играет. Человек может быть ровно такого веса и такого размера, как он хочет быть. Это его жизнь, это его вес, это его тело. Он ходит с этим телом и, как говорится, кому какое дело до этого тела должно быть. То есть живите своей жизнью и наслаждайтесь своим телом, если у вас таковое есть. Ну и, конечно, может быть в Финляндии я совсем по-другому рассуждаю. Здесь люди вообще в этом году не зацикливаются, какого они вида, внешнего вида. И сейчас у нас только новости одни. Когда у нас будет прививка. И у меня тоже спрашивали, Оля, ну пойдете вы делать такую прививку, если такая прививка у вас есть. Про прививку еще ничего не слышно, когда ее будут прививать. Но я думаю, что мой муж находится в рисковой группе. Он, конечно, будет в первых рядах. И спрашивают меня, пойду ли я. Вы знаете, я не пойду, я побегу. Потому что надоело сидеть дома, надоело быть безработной, конечно, прививка должна быть. Эта жизнь должна устаканиться. И если из-за этой прививки тебя не возьмут на работу, конечно, да, прививка нужна. Ну и прививку будут делать Финляндии бесплатно. Про это рассказывали по телевизору. Но конкретики еще никакой нет. Один день говорят одно, второе, другое, послезавтра третье. Но вот такая полемика уже насчет этой прививки идет. И в последнюю очередь будут прививать молодых и детей. Ну и, конечно, про что я снимаю сейчас многое видео про зиму. Про зиму, которой у нас нет. Дождь идет каждый день. Если мы вспоминаем старую зиму. И я смотрю фотки, когда мы большой оранжевой лопатой убирали снег. Снега уже было по колено, а то и больше. Нет, дождь, дождь и ничего, кроме дождя. И можете себе представить большие магазины, которые продают лыжи, коньки и так далее. Какие ущербы они держат. Конечно, никто ничего, никакого такого зимнего инвентаря не покупает. Но все равно, может, кто-то купит в рождественский подарок, чтобы положить вот такие коньки или что-то другое под елку. Ну и многие, конечно, в этом году такое ничего не будут покупать. Потому что пройдет две недели и начнутся рождественские распродажи. Все будут продавать минус 50%. И так как многие люди сейчас сидят на пособия, конечно, они считают каждую евро, что у них в кошельке есть. И многие подвяжут очень-очень туго ремешок, чтобы ничего лишнего не покупать. Ну и, конечно, упреки тоже были в мой адрес. Не буду называть канал и этого блогера, который мне написал. Да, вот ты сидишь дома, конечно, у тебя есть время ютубиться. Но опять хочу сказать, дома я сижу ровно 10 месяцев. Никогда я безработная не была. Даже когда у меня были маленькие дети, я продавала ту первую посуду. Хотя у меня был трехгодичный отпуск по уходу за маленьким ребенком. Все равно я всегда работала. Если кому-то сейчас давит это на нервы, что я сижу и ютубись каждый день. Но, честно, я скажу вам, лучше, конечно, работать. Если есть хорошее место рабочее, держаться за него нужно зубами и ногами. Ну и можно, конечно, ютубиться в свободное время. Это никакая не проблема. Очень много людей пишут такого. Не знаю, почему они пишут это мне или пишут они всем. И девочка из Москвы, тоже блогер, учительница английского языка, снимала видео и говорит, так обидно, что сколько люди пишут негатива и плохих комментов. И это остается все ненаказанным. Но вы знаете, это тоже... Поэтому они и пишут, что это все остается ненаказанное. Если человек... Мы бы знали, кто этот человек, конечно, может быть, они бы не так и не писали. Но там стоит, знаете, буква и приедет дома на имя. Конечно, мы не знаем, кто за этим человеком скрывается. И под каждое видео есть вот такой негатив. И хочу один пример привести. Под видео, где я рассказываю, когда мы были с мужем Российской Федерации, что его там удивило. И такой коммент был написан. Конечно, ваш муж был завистливый, потому что ваш сосед хлебал суп с бутербродом и со сладким чаем. Ну, я, конечно, смеялась, думала, с дивана упаду вместе с телефоном от этого смеха. И непонятно, откуда вот эта зависть у нас может быть, если мой сосед хлебал этот суп. Ну, как говорится, хлебал и хлебал. Вы же понимаете, главное было бы, что хлебать. Я вообще не поняла этого коммента. Но, с другой стороны, человек написал и написал. И иногда, кажется, какой-то пассивный слушатель попадается. Рассказываю, рассказываю. Проходит какую-то неделю. Опять пишут. Оля, почему вы так говорите по-афински? Какой у вас ужасный акцент? И вот этот русский у вас точно такой же. Но я не знаю, заходят люди на финский канал. К сожалению, он высыхает до самого нуля. Я туда видео не загружаю. Мои друзья финны, которые этот канал просили. Ну, может быть, 50 человек их есть. Они смотрели. Ну, и, как говорится, смотрели и смотрели. Я хочу развивать русскоговорящий канал. И хочу делать видео сюда. Так что, если вот такой мой акцент не очень нравится. Ну, есть финский старый канал. Ну, видосиков там просто по минимуму. Они очень старые. Новых видосиков я туда выкладывать не хочу. Потому что этот канал, конечно, занимает у меня очень много времени. И всем ютуберам хочу пожелать хорошего Рождества. Хороших подписчиков. Хороших комментов. А людям, которые не занимаются ютуберством, конечно, найти хороших блогеров, которые вы будете смотреть. И они будут удовлетворять вас и лицом, и голосом, и, как говорится, той информатикой. Ну, и есть ютуберы, которые не показывают свое лицо. То есть, говорящие что-то за кадром. И руки, которые пекут или вяжут, это тоже такие есть. Если вы не хотите знать, как ваш ютубер выглядит, такие каналы вы тоже найдете. И сейчас много снимают видео про Рождество. И я, конечно, не исключение. Рождество, Рождество и только Рождество. Отмечаете вы Рождество или отмечаете вы Новый год. Конечно, все хотят украсить елочку. Я тоже достану свою лапусечку, карапусечку, свою хорошенькую елочку. Поставим, нарядим. Ну, конечно, мы наряжаем ее за два дня до Рождества. Я сниму, выложу это видео. Ну, и, конечно, что мы будем кушать в этом году. Подарков в этом году у нас будет просто ноль. Мы договорились с семьей, что подарков у нас не будет. Мы купим после Рождества, после Нового года то, что мы хотим купить. Потому что начинаются, конечно, скидки. И на этих подарках мы хотим сэкономить. И я думаю, что такие, как я, я не одна. Многие ждут и рождественских скидок, чтобы пойти потратить свои вот эти маленькие деньги, на которые сейчас люди живут. И многие подвяжут наверняка тугим ремешком поясок, чтобы вообще лишнего ничего не покупать, не тратить. Потому что люди живут на пособия. И у многих, конечно, большие долги за квартиры, за дома, за машины и так далее, которые нужно выплачивать. Можете себе представить, если люди сидят сейчас безработные, в каком ужасном положении они есть. И если у вас есть рабочее место, конечно, держитесь за это рабочее место руками и ногами. Потому что рабочее место это все то, что сейчас поможет выжить вот в такой ситуации. И когда люди будут спрашивать, что вы хотите подарить, я хочу тоже попросить у вас маленький подарок. Но я не хочу ни шоколадок, ни мармеладок, ни шерстяных носков. Если у вас есть хорошая подруга, хороший друг, или у вас есть их двое или трое, если вы расскажете, вот такой Оля, блогер из Тампера вещает, Ольга Кемпиня, Финляндия, пожалуйста, попросите их мои видео посмотреть, если им понравится и они хотят подписаться. Очень добро пожаловать всех на мой канал. Приглашаю. Это будет для меня самый лучший подарок. То, что вы мне можете дать. Конечно, я хочу свой канал развивать и показывать все Тампера, всю Финляндию. И, конечно, следующее видео будет тоже посвящено Финляндии. И я хочу, конечно, всем пожелать очень хороших рождественских праздников. Нового года. Когда встречаете вы большой компанией, встречаете вы один, или вы встречаете с маленькой, маленькой своей семьей, количество, это все вообще не ерунда, а главное качество, как вы этот праздник встретитесь, встретите и следующий год вы, конечно, тоже его проведете. Может быть, я неправильно могу что-то сформулировать, но вы знаете, все мои пожелания идут от сердца. Я желаю, главное, всем здоровья, потому что какого человека веса, какого он вида, встретит он это Рождество с подарками, или у него подарков не будет. Главное, родные, главная семья, главное, уютный ваш дом, ваш уголок, где вы можете собраться. Это самое главное, что для человека надо. И я думаю, что, или нужно, я думаю, что в этом году многие это поймут, и произойдет у многих переоценка ценностей. Нету вот этого, знаете, ожесточенности, что что-то купить, заработать на что-то, куда-то поехать. Теперь, видите, поехать никуда нельзя, но и особо купить тоже нету многих желаний, если сидят люди, конечно, дома, им это лишняя пара обуви, или лишняя пара кроссовок никакого счастья не принесет. Да, вот такая тоже штука есть. И хочу, опять же, поблагодарить всех своих подписчиков, которые со мной с самых первых начальных этих деньков. Помните, нас было, наверное, человек 50. Мы знали всех друг друга по именам, когда вы переписывались. И я, конечно, писала вместе с нами. С вами сейчас нас немножко больше, но все равно мы все дружная компания. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля, и там, пожалуйста, субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok